Во время строительства главной водопроводной системы по проспекту Ардзенба возле гостиницы Райда были обнаружены человеческие останки. На место прибыли археологи, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, члены управления историко-культурного наследия. Подробности смотрите далее. Во время строительства магистральной водопроводной системы города Гагра по проспекту Ардзенба возле гостиницы Райда были обнаружены человеческие останки. На место прибыли археологи, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, члены управления историко-культурного наследия. Ученые-археологи предполагают, что данное погребение относится к поздней бронзовой эпохе, а конкретнее к VI веку, причисляется к цибельдинской культуре. Пока что обнаружены останки одного человека, а именно женщины, так как при ней найдены бронзовые браслеты и крестовидная пластинчатая фибула. Археологи не исключают того, что на месте может быть большое захоронение, потому как одиночное захоронение этого периода встречается крайне редко. У нас было очень серьезное собрание, может быть даже судьбоносное. После собрания мы вышли и вдруг поступил сигнал, что в районе Гагри нашли погребение. Ну, меня попросили, мне пришлось тоже вместе со всеми поехать. И мы, значит, оказались здесь во время строительства водопровода, было обнаружено погребение, нарушено погребение. И мы, собственно говоря, попросили, чтобы они в этом месте пока прекратили, пока его не раскроют, не изучат. И вообще теперь, после, будет все это строительство проходить под контролем археологов, там, Академии наук, Абхазского института и Управления историко-культурной массиви. Вот. Что могу сказать об этом интересном погребении? Я очень в восторге, потому что очень яркий материал. Вот, значит, здесь является датирующим материалом, это вообще датирующим материалом является фибула. Это, собственно говоря, женская булавка, булавка, фибула. Вот. По классификации, по хронологии, подобные фибулы, крестовидные, видите, пластинчатые, они являются поздними шестого века. Это как раз является свидетельством того, что в это время уже христианство начинает официально проникать в наши души. Вот. И вот, соответственно, браслеты тоже относятся к этому времени. Костяк этот, филет очень хорошо сохранился здесь. Вот. Возможно, этой женщине было, ну, 35-40 лет. Я очень доволен, и это говорит о том, что мы считали, что подобные материалы только в Абжуйской Абхазии, особенно в районе Цибельды, но они проявляются и здесь, вот, в этих регионах Юго-Западной Абхазии. Мы считали, что это только тому региону характерная археологическая культура. Скорее всего, это общая какая-то древняя абхазская культура. И что интересно, что и Абсил, и Абазги, возможно, имели вот одинаковую культуру. Вот. Это очень важный момент, потому что чем больше здесь этих материалов, похожих на материалов, на материалы Цибельды находят, тем и интереснее. Исследованием на месте занимается младший сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Давид Кандылаки. Здесь проводят работы по водосомножению города-курорта. С учетом того, что растет роль курорта, появляется много туристов с каждым годом. Естественно, вопрос водоснабжения является наиболее важным в городе, конечно, Гагра, тем более в городе-курорте. Вот. И поэтому на протяжении определенного времени мы, в общем-то, внимательно следили за ситуацией, связанной с этими работами, потому что город Гагра очень богатый на исторические события, очень богатый на памятники истории и археологии. И, естественно, сегодняшняя наша находка является, по сути, тем самым симптомом, примером того, что оно было ожидаемо в какой-то мере. Возможно, в перспективе в ходе этих работ будут наверняка найдены подобные, аналогичные, возможно, какие-то находки, артефакты, отдельные предметы, подъемные материалы и так далее. Вот. Но для нас очень важен этот материал, почему? Потому что, ну, во-первых, это определенные вещи, предметы, связанные чисто археологией, с культурой. Мы видим великолепные предметы, здесь наверняка фибулы, здесь браслеты. Для меня очень важна здесь находка останков человека, почему? Потому что в Абхазии вообще, для Абхазии вообще, для нашего причерноморского региона, в первую очередь Абхазского причерноморья, нас, к сожалению, редко балует такой материал. С учетом климатических особенностей, влажности, почвы и так далее, костные останки остаются крайне редко. Вот. Но, с другой стороны, этот материал имеет большое для нас значение, почему? Потому что в плане палеоантропологии, а мы, непосредственно, видим палеоантропологический материал, для нас находки подобного рода являются крайне большой редкостью. Вот. Буквально пару лет назад мы копали гагринский могильник, известный, знаменитый гагринский, который находится напротив центрального рынка. Это памятник несколько более ранней, чем вот эта находка по хронологии. Но там остатки костные были очень слабовыраженные. То есть они не давали возможность изучить, измерить остеометрические, крайнеометрические эти данные. А здесь мы видим целый скелет, хорошая сохранность, благодаря, возможно, особенностям залегания почвы. Сохранность черепа позволяет сделать пластическую реконструкцию этого захоронения, этого индивидуума. То есть, возможно, если в будущем мы найдем средства, хотя бы сделаем графическую, не говорю уже, скульптурную реконструкцию, мы можем представить облик того древнего жителя, который когда-то здесь жил, в этом районе, в нашем городе. Для нас это, в принципе, праздник для ученых, для археологов, для историков, краеведов. Так что это очень важно для нас. На месте находки пока приостановлены работы по строительству водовода. Они будут продолжены после проведения необходимых археологических исследований.